Всем большой привет! Только посмотрите вот на эти снимки. Раз, два, три. Вот на этом задержитесь немножко. Это работа участников ежегодного конкурса, снята на iPhone. Фотографии победителей печатают, кстати, на билбортах по всему миру. А вот это, кстати, несколько моих фотографий. Давайте. Раз, два, три. Эти фотки не претендуют на конкурс, но для того, чтобы их сделать, нужно обладать небольшой информацией. А теперь давайте посмотрим вот эти фотографии. Раз, два, три. В чем разница? Ведь и те, и другие фотографии делались на телефон. Айфон. Разница в двух вещах. Первое, это в руках тех людей, которые фотографируют. Второй момент, это в знаниях, которыми обладали эти люди. Ну, руки я вам исправить не смогу, зато смогу дать несколько очень полезных лайфхаков, при помощи которых вы сможете сделать свои фотографии лучше, класснее, красивее. И самое главное, это все максимально просто. Ну, а помогать во всем нам будет сегодня iPhone 12. Я взял специально не про-версию. Так что большинство из тех вещей, о которых я буду рассказывать, будет подходить в принципе всем iPhone. Частично эта информация будет полезной тем, кто фоткает на Android смартфоны. Потому что судьи здесь примерно одинаково. Короче, меня зовут Фил, вы на канале CityLink. Погнали! Самое главное, самое первое правило каждого фотографа, знаете, какая? Протирать смартфон. Да, перед тем, как вы будете фотографировать, просто протрите заднюю камеру и переднюю камеру. Вы скажете, что я не пачкаю свою камеру. Ну, конечно, вы же постоянно разговариваете с человеком по телефону. Соответственно, кожа ваша постоянно соприкасается вот с этой зоной. А значит, здесь грязно. Чем протирать? Ну, все очень просто. Берете кусок вашей футболки и протираете. Вообще, для этих способов есть специальная тряпочка под названием микрофибра. Это та тряпочка, которую кладут вместе с очками, например. Вы можете зайти в любой магазин к они и приобрести ее. Так что, если вы куда-то поедете и будете понимать, что действительно огромное количество фотографий впереди, просто купите микрофибру. Она лучше очищает все вот эти поверхности от жирных пятен. Это был первый очень важный совет. Совет номер два. Фотографии очень часто зависят от того, как расположены объекты. И что самое важное, нам кажется, что если объект находится по центру, то это самое правильное. Но на самом деле, нет. Научено доказано, что если человек находится не по центру, а сбоку, точнее так, на одной трети, то наш мозг воспринимает эту фотографию лучше. Самое простое доказательство это вот. Давайте. Программа новостей. Раз, два, три, четыре. Вы видите, что на всех этих кадрах ведущий находится сбоку. Не по центру, а сбоку. Потому что именно так человек лучше воспринимает ту картинку, на которую он смотрит. Понятное дело, что есть новости, в которых человек сидит по центру. Это не возбраняется. И именно для этих целей в смартфонах появилась такая штука под названием сетка. Вы просто ее включаете. И когда вы делаете фотографию, либо в вертикальном режиме, а может быть в горизонтальном режиме, вам нужно сделать так, чтобы, например, лицо того человека, которого вы фотографируете, разместилось ровно на перекрестье. Как будто бы вы в него целитесь. Именно в такой ситуации ваша фотография будет смотреться объемнее. Самое главное, правильнее. Просто попробуйте. Ну а для того, чтобы включить сетку, заходим в айфоне в настройки. Настройки. Здесь у нас камера внизу. И вот тут сетка. Вкл, выкл и вкл. И так вы уже немного стали круче, а ваши фотки стали правильнее. Также в камере есть очень классная функция под названием фиксация фокусировки и фиксация экспозиции. Это нам нужно для того, чтобы на всех фотографиях, например, серии фото, которые вы делаете, может быть разных людей или еще что-то, на всех фотках была одна и та же яркость, и фокус находился в одном и том же месте. Все, что нужно, это навести камеру на объект, нажать и подержать. Фиксация экспозиции фокуса. Теперь у нас фокус остался там же. Мы, кстати, в этой ситуации можем немножко и поменять. Теперь мы точно знаем, что фокус находится в центре камеры, и мы еще можем сделать кадр либо потемнее, либо наоборот поярче. Помните, что только сильно ярко делать не надо, иначе у нас кадры становятся выжженными. Вот, например, такими. Такого не должно быть. Вы на глаз должны замечать, чтобы у вас не было лишних засветов. В камере iPhone вообще есть небольшое количество настройок, которым нам обязательно нужно знать, как пользоваться. Ну, во-первых, вспышка. С одной стороны вспышка включается здесь, в левом верхнем углу. Вот мы ее включили и выключили. Но бывает так, у вас включена вспышка, но она не работает. Вот, например, сейчас она включена, я нажму, и вспышки нет. Почему? Потому что она сейчас работает в автоматическом режиме. Чтобы перейти в ручной режим, надо сделать свайп снизу вверх. И вот тут у нас появляется вспышка. Нажимаете, и здесь вспышка авто, вкыл и выкыл. Вот если ее сделать вкыл, нажали, то тогда все произошло. Следующая штука — это формат кадра. Здесь у меня стоит 4х3. Но если вы будете вот так фотографировать группу людей, то вполне возможно, она не влезает. Тогда нужно сделать формат 16х9, и границы у вас расширяются. Можно было бы, конечно, переключиться на широкоугольную камеру, но вы помните, что люди очень сильно искажаются в фотографировании на широкий угол, так что лучше лишний раз этого не делать. 4х3. Здесь у нас есть экспозиция. Снизу можно также ее двигать. Также есть таймер. Я сейчас расскажу, какие полезные штуки есть в нем. 3-10 секунд. Это просто настройки. Я вам сейчас покажу, как им пользоваться. Ну и фильтры. Пара мыслей по поводу таймера. Смотрите. Вы же наверняка знаете, что в айфоне, как и в других смартфонах, можно делать фотографии не только нажимая на затвор, но также нажимая на клавишу громкости вниз. Нажали громкость вниз, у нас получилась фотография. И часто, когда люди делают селфи-фотографию, они используют именно эту клавишу. Ну, потому что вот так удобнее. Взял, нажал и спустил курок. Но здесь есть одна очень важная штука, которая может легко испортить фотографию. Когда вы нажимаете на ваш смартфон, то вы так или иначе немножко его смещаете. Возможно, у вас найдет чехол, и тогда вы более сильно прожимаете клавишу громкости, и тогда смартфон еще больше получает такое небольшое сотрясение. Но этого небольшого сотрясения достаточно, чтобы ваше селфи в итоге была немножечко искажена. И вы даже, может быть, потом будете думать, почему у вас такие нехорошие селфи получаются, такие они смазаны и так далее. Наверное, айфон плохой. Да нет, друзья. Просто вы нажимаете, и в этот момент получается смаз. Смотрите, что нужно делать, чтобы этого смаза не было. Просто поставьте таймер на 3 секунды. И тогда вы поднимете руку, нажмете этот спусковой курок, а потом будете просто держать камеру, и она сделает фотографии. Мало того, она сделает серию из 10 фотографий, и если у вас вдруг что-то там не то, вы сможете выбрать какую-нибудь из них. Вот у нас внизу эта серия фотографий. Так что теперь, когда будете делать селфи при помощи кнопки громкости, обязательно ставьте таймер на минимум. Но основное предназначение таймера, это, конечно, чтобы вы взяли, поставили его на 10 секунд, затем поставили телефончик куда-то на какую-то там поверхность, нажали стрельбу, отбежали, обнялись с кем-то там, и сфоткались. И это особенно удобно, так как 12-й айфон может просто поставить на стол, и он никуда не упадет. Но лучше все-таки обоприте, потому что если упадет, разобьется, это все. Минус 1015 рублей. Кстати, небольшой лайфхак. Когда вы фотографируете детей или еще кого-нибудь, то я вам рекомендую включить лайф-фото. Потому что когда вы сделаете фотографию в режиме лайф-фото, помимо самой фотографии, у вас будет еще небольшое видео, которое состоит из кадров. И эти кадры вы можете просмотреть. Например, я фотографировал ребенка, вот я нажимаю слово «править», и у меня здесь появляется сбоку значок лайф-фото. Нажимаете, и вот здесь можно выбрать одну из фотографий. Возможно, он где-то маргнул или еще что-то. Короче, выбираете ту фоточку, которая вам больше нравится. Можно увеличить, посмотреть, насколько она получилась удачной или неудачной. Вот видите, например, здесь он моргнул, а дальше не моргает. И вы выбираете ту фотографию, которая вам больше нравится, и сохраняете ее. Нажимаете «сделать фото титульным». Все, теперь это основная фотография. Это очень хорошая штука, когда вы делаете групповые фотографии или фотографии движущихся объектов. Но еще одна штука, которая гораздо лучше все-таки, чем лайф-фото, потому что лайф-фото, это все-таки выдирание фотографий из видео. У видео изначально качество хуже, чем у фотографий. Плюс не применяются всевозможные HDR и все остальное. Поэтому я вам рекомендую все-таки делать фотографии в серийном режиме, если вы фотографируете какой-то движущийся объект. И когда вы начнете фотографировать, просто сделать смещение влево. Причем у вас неограниченное количество фотографий. Хоть тысячу фоток делайте, вообще не страшно. Единственное, когда вы делаете серийную съемку, у вас не работают HDR. Но зато вы можете получить нормальную фотку без смазок. Ну вот я все говорю HDR, HDR, а в чем тут суть? Сейчас все вам будет понятно. Посмотрите на две эти фотографии. Видите разница в чем? В том, что на одной фотографии у нас засвечен задник, а на другой фотографии у нас задник не засвечен. Мы видим и небо, и солнце. Так вот так работает режим HDR. Он расшифровывается как High Dynamic Rain. Фотографии с широким динамическим диапазоном. Кстати, на некоторых каналах вы можете услышать, как говорят HDR. На самом деле HDR. И в айфоне есть три режима. HDR, Smart HDR и технология Deep Fusion. Они все работают в автоматическом режиме. То есть именно айфон по сути определяет, что он в этот момент будет использовать. Давайте для начала их включим. Заходим в настройки. Камера. Опускаемся в самый низ. Вот здесь у нас есть Smart HDR. Его нужно включить. Это раз. А чтобы включить Deep Fusion, нам нужно отключить вот эту штуку. Показывать вне кадра. Давайте ее отключим. Сейчас у нас работают и HDR, и Deep Fusion. И только по сути сам айфон определяет, что же он будет делать. Мы на это никак повлиять не можем. А как же мы узнаем тогда, что технология сработала? Ну, во-первых, я вам показывал две фотографии. Если задник не засвечен, значит сработал Smart HDR. Smart HDR обычно работает вот тогда, как раз таки, когда очень много света, и какая-то из частей фотографии может быть засвечена. Это может быть блик на столе, или яркое солнце, или еще что-то. Когда засвечено, значит не сработал, а когда не засвечено, значит сработал. А Deep Fusion работает наоборот, тогда, когда есть недостаток освещения. И вот смотрите, я сейчас сделаю селфи, а потом очень быстро перемещусь в галерею. И именно тогда я увижу, что селфи немножко преобразилось. Это означает, что Deep Fusion сработал. Смотрите, нажимаю и бегу быстрее в камеру. Оп! Вот. Только что вы увидели, как произошло преобразование фотографии. Сначала нам показывают некую сырую фотографию, а впоследствии она дорабатывается, и у нас получается уже финальный результат. А что же в этот момент происходит? Ну, если по-простому, то смартфон делает энное количество фотографий с разной экспозицией, а потом специальные технологии их все склеивает. У нас получается такой бутерброд, который делается таким образом, чтобы все, что в тенях, оно становилось более ярким, а все, что сильно подсвечено, оно, наоборот, немножко приглушается, чтобы не было засвета. И по факту мы имеем вот такую фотографию бутерброд, в которой все выглядит так, как нужно. Точнее, все выглядит так, как решили ребята из компании Apple. А вот если вам по какой-то причине не нравится, как работает режим HDR, давайте его отключим. Заходим в настройки. У нас здесь есть Smart HDR. Мы его отключаем и идем обратно в камеру. И вот здесь, посмотрите, наверху теперь появился значок HDR. Его можно либо оставить, либо отключить. Как же работает ночной режим? Здесь все очень просто. iPhone понимает, что вокруг темно и предлагает нам включить ночной режим. Наверху появляется вот такой желтый значок и рядом написано, какое количество секунд будет делаться эта фотография в ночном режиме. То есть, если там написано 3 секунды, то после того, как вы нажмете кнопку спуск, вам желательно эти 3 секунды не двигаться. Собственно, вы видите на экране вашего iPhone, что у вас происходит небольшой каунтдаун. То есть, 3, 2, 1, все, фотка сделана. Очень важно понимать, что когда мы делаем фотографии в ночном режиме, нужно ни в коем случае не двигаться. Не хочется вас пугать словами, типа выдержкой и все остальное, но iPhone действительно нужны вот эти 3 секунды, чтобы вы не двигались, чтобы он сделал правильную фотографию. И еще что интересно, если нажать наверх вот на этот значок, то внизу у нас открывается менюшка, где вы можете либо полностью выключить ночной режим, либо включить его на максимальную. Здесь нам предлагают 3 секунды. И проделать ту же самую штуку. Также в iPhone есть специальный режим, который называется астрофотография. Его суть в том, что он работает только когда iPhone чувствует, что он находится на штативе. То есть, его не держат в руках. По сути, нам хватает того, чтобы просто поставить iPhone на стол. И вот когда вокруг темно, iPhone вставляет максимальную выдержку. И если в этот момент на небе есть звезды, то у вас будет очень красивая фотография, в том числе и со звездами. И если вы выберетесь куда-нибудь из города, в зону, где нету никаких светлых объектов, но при этом есть яркое звездное небо, то у вас получится очень красивая фотография. Раньше смартфоны так не могли делать. Кстати, в последнем 12 iPhone ночной режим работает, в том числе и когда вы делаете портретики, и в том числе, когда вы делаете фотографию на широкоугольную камеру. Раньше этого не было, поэтому фотографии были так себе. Теперь эта штука работает на всех камерах. Но только в 12 серии. Ну а сейчас давайте поговорим про портретный режим в ваших iPhone. Вот смотрите фотографии. Раз, два, три, четыре. Вы видите, что во всех этих фотографиях есть одна очень важная отличительная черта. У них размыт задний фон. Как будто бы эта фотография сделана на профессиональную камеру. На самом деле, это имитация профессиональной камеры. В современных телефонах это называется портретный режим. Ну или просто портрет. Изначально в iPhone эта штука работала только тогда, когда у вас была специальная плюс-версия. То есть 6, 6+, 7, 7+. Там было две камеры, вторая как раз таки предназначалась для этого портретного режима. В современной реалии портретный режим работает даже тогда, когда у вас всего лишь одна камера. Например, вы очень легко можете открыть свою камеру, включить режим портрет, переместить на фронтальную камеру и щелкнуть себя. Все происходит крайне просто. Вот у нас получилась фотография, где размыт задний фон. iPhone очень хорошо определяет границы, где надо волосы подрезать. В целом получается прикольная фотография. Также, кстати, в портретном режиме есть еще несколько опций. Это естественный свет, студийный свет, контурный свет. Здесь вы можете вырезать фон, сценический свет. Ну, короче, немножечко поиграть. Но обычно все-таки используют обычный естественный свет. Также наверху у нас есть значок апертуры. Давайте по-простому. Количество размытия. Чем меньше значок апертуры, тем больше размытия. Вы видите, да, какое сзади размытие. И наоборот, чем выше значение, тем больше у нас все в фокусе. Раз, выставили и сделали фотографию. По сути, все достаточно просто. Кстати, если вы сделали фотографию, вы можете изменить количество размытия. Заходите в саму фотку, нажимаете править. И вот здесь у нас наверху, опять же, значок апертуры. F5.0. Вы ее нажимаете, и вы можете уже после того, как сделали фотографию, немножко поменять. Сделать все резким. Или наоборот, убрать резкость. Но что делать, если вы сделали фотографию не в портретном режиме? Вот, например, эта фотография. Если вы зайдете в нее и нажмете «Править», то тут, к сожалению, нет возможности размыть задний фон. Поэтому сейчас я вам скажу, каким приложением нужно воспользоваться, чтобы очень легко и очень красиво размыть задний фон. Это приложение называется «Фокус». Наверное, одно из самых популярных для обработки фотографий. «Фо-кос». Нажимаете, и вот заходим в нашу фотографию. Само приложение рассчитывает, где у нас передний план, где у нас задний план. И дальше опять, все, мы можем менять количество размытия. Он, опять же, определил границы, сделал это хорошо. Я бы сказал, что даже делает это лучше, чем айфон. Все, и дальше вы меняете количество этого самого размытия. Мало того, вы можете поменять фокус, то есть убрать его с лица и, например, переместить на задний план. Вот тут как раз это очень красиво сделано. И тогда у нас лицо будет в раз в фокусе, а все остальное будет в фокусе. Короче, прикольная штука, можете вот этим побаловаться. Так, в принципе, фокус у нас на лице находится. На профессиональном языке вот это размытие заднего фона называется «боке». И вот на этой фотографии это будет особенно заметно. Посмотрите, мы будем с вами сейчас увеличивать «боке», и у нас все фонарики становятся шариками. Так вот, есть возможность менять саму форму этих шариков. Заходим в фигуру, и сейчас у нас-то просто фонарики. А теперь у нас, посмотрите, да, как красиво стало. Это теперь такие кругленькие шарики. Можно сделать классический вариант. Некие треугольники, квадратики, ромбики, ну и так далее, и так далее. Где-то тут были сердечки, по-моему, вот сердечки и так далее. Это, правда, все штуки уже доступны в Pro-версии, да, в бесплатной версии вы можете использовать основные. Но все равно и этого тоже достаточно. Все то, что мы делаем с вами сейчас, доступно в Pro-версии. То есть, вы нажимаете наверх, и вот можете приобрести это приложение. Есть на самом деле и бесплатные приложения, при помощи которых можно делать размытие заднего фона, просто фокус делает это классно. Ну а что делать, если вы сделали фотографию, а у вас на носу такой некрасивый прыщик? На самом деле это очень легко исправить. Вот берем фотографию, и у меня вот здесь есть, ну как бы какая-то вот родинка. Ее можно без проблем исправить, и для этого мы можем воспользоваться очень классным, бесплатным приложением, которое называется Snapseed. Итак, заходим в Snapseed, выбираем нашу фотографию, вот она загрузилась, и вот здесь вот у меня есть родинка. Я хотел бы эту родинку убрать. Что для этого нужно? Инструменты, точечная коррекция. Все, что по сути нужно, это нажать на эту родинку. Смотрите, и ее не стало. Можно также убрать, не знаю, родимые пятна, какие-то другие. Вот вам не нравится вот эта штука у вас на лице? Окей, выделили, убрали. Вот это, вот это, вот это. Все веснушки, которые вам не нравятся, их можно взять и убрать. Вот не нравится вам родинка здесь? Взяли и убрали. Вот эта родинка не нравится? Взяли и убрали. Не нравится вам вот эта красная тучка? Раз, убрали. Ну и после того, как мы нажали окей, мы можем нажимать на фотографию и смотреть, что у нас изменилось. Да, вот у нас лицо, было, стало, было, стало. Вообще, приложение Snapseed очень хорошее, поэтому я вам настоятельно рекомендую им пользоваться, потому что в нем большое количество очень мощных инструментов для редактирования ваших фотографий. Вы, наверное, замечали, что в айфоне две камеры. Раньше была одна, а теперь есть вторая. Почему? Да потому что появилась вторая, широкоугольная камера. Это сделано для того, чтобы большое количество информации попадало в кадр. Ну это как GoPro-шка или как дверной глазок. Вы смотрите и видите все вокруг. Например, вы фотографируете большую группу людей, но не можете отойти, чтобы все поместились. Включаете широкоугольную камеру и у вас все помещаются. Или вам нужно сфотографировать какую-то большую локацию. Возможно, это какой-то пейзаж или вы находитесь в офигенно красивом месте. А возможно, вы хотите снимать как раз-таки свой видеоблог. И так как в айфоне есть очень хорошая стабилизация, то в принципе у вас будет кайфовая картинка. Только уже в видео. Широкоугольной камерой очень мало кто пользуется, потому что даже не понимают, как ее включить. Здесь все крайне просто. Запускаете вашу камеру и здесь у нас внизу написано 1x. Нажимаете и вот 0,5x. Вот в этой ситуации уже гораздо больше всего помещается в экран. Обрезаете и гораздо меньше всего помещается в экран. Пользуйтесь, друзья, на здоровье. Делайте кайфовые, широкие, большие фотографии. Но есть два крайне важных момента. Первое. Когда вы делаете фотографии на широкий угол, если вы их делаете там, где не очень много света, то они будут не очень качественны. То есть качество будет хуже, чем фотка на основной модуль. Почему? Ну потому что светосила меньше. То есть меньшее количество света попадает в кадр, соответственно, больше шумов, неточности и всего остального. Второй момент. Это широкоугольная камера и в ней очень большие искажения. То есть если вы будете фотографировать группу людей, вы увидите, что у людей смещаются лица, становятся просто кривыми, косыми, яйцеголовыми и так далее, и так далее. Мало того, такой же эффект происходит в принципе и когда мы фотографируем на основную камеру. Возможно, вы замечали ваши кривые лица, просто не знали, откуда они такие берутся и как это исправлять. И здесь мы переходим к следующему пункту. Как исправлять вот эти кривые лица? К сожалению, в процессе фотографирования это никак не исправить. Фоткайте вы на основную камеру или на широкий угол, всегда вот это искажение. Единственное, вам поможет фотография на телевячок. То есть это третий модуль, который есть, например, в айфоне 11 про, в 12 про или в 10 айфоне. Так называемый телевячок. При помощи него, кстати, можно делать очень классные портретные фотографии. Он называется, собственно, портретный, потому что это аналог портретного объектива, который используют все фотографы 50 миллиметров. Именно там плоское стекло и не происходит никаких искажений, то есть ваши лица будут четенькие, не яйцеголовые и так далее. Поэтому, если у вас есть телевячок, я вас поздравляю. Но помните, что когда вы фотографируете на телевячок, то вот то большое количество людей, которое было в кадре, оно вообще не помещается, потому что телевячок автоматически делает приближение в два раза. То есть вот эту группу людей, которые вы хотели сфоткать, она не поместится. Что же тогда делать и как же выпрямить лица этих бедных людей, которые попали в итоге в кадр вашего фотоаппарата? Сейчас я вам все расскажу. Внутренними средствами айфона это не сделать. Нам нужно обязательно скачать приложение. Это приложение называется SKRVT. К сожалению, это платное приложение и возможно есть какие-то аналоги, но я, честно говоря, их не знаю. Да и к тому же 179 рублей, честно говоря, небольшая цена. Итак, запускаем наше приложение. Здесь еще есть два других приложения. Mirror, это для отражения и так далее. Нам нужен SKRVT. Ну и заходим в все фотографии и выбираем фотку, которую мы хотим отредактировать. Например, фотография девушек. Здесь внизу нажимаю импорт. Когда вы загружаете, кстати, вам предлагают посмотреть ролик на YouTube. Рекомендую его посмотреть. Но сейчас не будем на это тратить время. В чем суть? Суть в том, что девушки, которые находятся в центре фотографии, они практически без искажений. Я бы даже сказал, у них может быть лица немножечко сужены. Те девушки, которые находятся по бокам, они расширяются. И чем дальше вы находитесь от центра фотографии, тем больше у вас происходит расширение. Для девушек расширение, это особенно критично. Поэтому здесь нужно вот что сделать. Мы выбираем вот этот инструмент, который делает искривление в обратную сторону. То есть нам надо его делать в минус. Мы немножко как будто бы выпячиваем на себя передний план, а на самом деле мы как раз-таки немножко раздуваем вот эти лица, которые были по центру, потому что они были немножко сужены. И при этом края мы наоборот сужаем, хотя они были немножко расширены. И тогда у нас фотография приобретает именно ту геометрию, которая и должна быть. То есть вы можете сейчас вот увеличить, например, вот, и нажать на фотографии и посмотреть, насколько изменилось лицо. Вот оно у нас было кривое. Одно у нас лицо было кривоватое, а другое было широкое. Нажимаем, и лицо стало ровное. Собственно, более правильное лицо стало и по центру девушек. В центре, кстати, это моя супруга Александра с собачкой. И те девушки, которые находились сбоку, они тоже приобретают правильную форму. Нажать, вот они, насколько широкие, отпускаем, становится более правильной формы. Можно еще добавить, например, ну, вообще, знаете, это где-то надо делать минус 9. Все, нажимаете теперь ОК, и у вас более правильная фотография. В айфоне, кстати, есть специальная настройка на эту тему. Заходите в настройки, камера, и вот здесь есть коррекция объектива. Она, конечно же, так что только сторонним софтом можно сделать ваши фотографии ровненькие. Особенно это важно для групповых фото. Но это приложение используется не только для того, чтобы исправлять лица людей, и также для того, чтобы исправлять геометрию архитектуры. Смотрите, мы сфотографировали Исаакиевский собор. Так как мы находились внизу и у нашей рукоугольной камеры, кверху Исаакиевский собор, он как бы превращается в такую елочку геометрическую. Но смотрите, что можно сделать. Вы нажимаете вот эту функцию и начинаете как будто бы его на нас наклонять. И посмотрите, он вращается в ровное строение с ровными стенами, которые ровно или перпендикулярно поверхности идут вверх. Давайте еще раз нажмем как было и как стало. Таким образом, вы можете выравнивать все здания. Да, они были вот такие, наискосочек. Теперь раз и стали ровными. И это кайфово. Нажали, сохранили в галерее. И вот еще одно здание, да, уходит вверх, тоже геометрически искаженное. Делаем то же самое. Нажимаем и посмотрите, оно становится ровненьким, красивеньким. Просто а не здание. Нажимаете окей, экспортируйте, сохраняете в галерее и у вас правильные, красивые здания. Представляете, сколько всего вы можете правильно теперь нафоткать. Кстати, вот это исправление можно делать также и во внутреннем редакторе, который есть в айфоне. Заходим в фотографии, находим нашу фоточку, ну, например, вот эту. Нажимаем править. Во-первых, не забывайте, что зачастую нужно нажать вот эту волшебную палочку и тогда наш снимок станет красивее. Можно даже не крутить вот эти все настройки, это не так важно. Просто нажмите волшебную палочку и снимок станет ярче. А нам нужно идти вот сюда. И здесь нам надо выпрямить по вертикали. Нажимаете и вот наше здание становится ровненьким. Было кривым, а стало ровненьким. На самом деле вот эти сторонние приложения позволяют очень круто прокачивать камеру айфона. Например, в камере айфона нету ручного режима, где вы можете сами выставлять настройки. Но вы можете, например, установить Adobe Lightroom и у вас появляются эти ручные настроек. И есть и куча других приложений, при помощи которых вы можете очень здорово прокачивать камеру вашего айфона. Если хотите, чтобы мы запилили такое видео с этими приложениями, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну, на этом, собственно, и все. Но я прям вижу, как у вас чешутся руки, чтобы наделать новых классных фотографий. И я вам точно могу сказать, что это время, которое вы провели здесь, оно навсегда у вас останется в голове. И вы так или иначе будете теперь делать ваши фотографии лучше. Так что с этим я вас поздравляю. Ну, а меня зовут Фил. Огромное спасибо за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал CityLink'а. И увидимся в следующих видосах. Всем счастливо. Не болейте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok